В Выборге открылся традиционный фестиваль предпринимательства «Балтийское лето». В этом году торжественную церемонию пришлось проводить под дождем. Но на рыночную площадь все равно пришли зрители и, конечно, не дрогнули и остались на своих местах предприниматели, еще рано утром развернувшие торговые палатки. Предприниматели с огромным интересом восприняли идею Совета и администрации города Выборга и района по проведению вот ряда этих фестивалей. И теперь нам, как организаторам, не составляет труда собрать желающих, поучаствовать в наших мероприятиях. Вот даже сегодня Вы видите эти погодные условия, они не заставили людей собраться и уйти с площадки, потому что мы все равно ждем гостей. Фестиваль проходил в виде ярмарки. На лотках сувенирная продукция, украшения, ремесленные изделия. Всеобщее внимание привлекала Казафеня. Она помогала своим хозяевам рекламировать сельский туризм. Два раза мы участвовали однозначно в этой ярмарке. Это помогает нам. Мы предприниматели Выборгского района. Мы живем подальше от города Выборга. Но наши гости – это именно жители города Выборга, которые приезжают к нам, когда они с нами познакомятся здесь, на ярмарке. На ярмарке можно было и одеться, и обуться. Продавались рубашки, платья и даже валенки. В Выборг специально приезжают предприниматели из российских городов и других стран – Белоруссии, Латвии, Литвы, Финляндии. Фестиваль проходит не только летом, а также весной и осенью. Все эти фестивали объединяет одна цель – дать возможность предпринимательской среде очередной раз себя проявить, показать, выйти на какую-то общую площадку, чтобы поделиться друг с другом своими достижениями, интересами и возможность увеличить потребительскую свою базу. Балтийское лето продлится пять дней. В рамках ярмарки будут работать и творческие мастерские. Всем желающим покажут, как расписывать керамику, плести из бересты, изготавливать различные сувениры. Продолжение следует... Продолжение следует...